Больше всех сегодня зарабатывают программисты. У системных администраторов и тех, кто хорошо разбирается в компьютерах, оклад варьируется от 150 до 200 тысяч тенге в месяц. 115 тысяч в среднем получают работники горнодобывающей и нефтяной промышленности. При этом жалкое существование продолжают влачить аграрии. Зарплата в сельском хозяйстве не превышает 48 тысяч тенге. Если раньше в аутсайдерах по этому показателю был Уилский район, то теперь самый низкий заработок у жителей Мартукского района. В отраслевой структуре самая высокая заработная плата отмечена в профессиональной, научной и технической деятельности. Она составляет 136 551 тенге. Полтора раза превышает среднеобластной уровень. На транспорте 128 026 тенге. Заработная плата работников образования составила 77 588 тенге. В здравоохранении соответственно 82 225 тенге. Самая низкая заработная плата сохраняется у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства. У педагогов средняя зарплата составила 77 тысяч тенге и 82 тысячи получают в среднем октябренские врачи. С большим отрывом их опережают работники сферы оптовой и розничной торговли. При этом половина городского населения сегодня перебивается случайными заработками, а молодежь вынуждена трудиться в сфере обслуживания. Большинство октябренцев сегодня признали, что мечтают зарабатывать порядка тысячи долларов в месяц, чтобы вести безбедную и сытую жизнь. Наверное тысяча, тысяча двести долларов. Ну я так считаю, для меня так подошло бы. Я хоть студентка, но как-то заглядываю в будущее. А у нас сколько получается? Ну у нас, по-моему, если не ошибаюсь, с минимальной заработной платой не то 18 тысяч, не то 20 тысяч. Где-то так. Ну в среднем 50, так. Ну в городе, по-моему, больше не заработаешь, если, конечно, физический труд не идти, где можно 100 с чем-то получить. Европейский стандарт 7 тысяч баксов в месяц, а получаем тысячи баксов. И получается, что мы не дотягиваем. Нет, молодежь не зарабатывает, потому что в основном на работу тяжело устроиться. И в данный момент никто этот вопрос не решает. Поддержки нет? Поддержки нет. Ну, своя, моя, твоя. А простые люди ходят, тачки таскают. Не все. Не все. Какая зарплата в городе? В городе? Ну у всех по-разному. И 40, и 30. А вообще не все. Средние берут. Это только нефтяники, наверное, зарабатывают. С нами делят на поплату. А сколько нужно зарабатывать, чтобы достойно жить, вы считаете? Ну я не знаю, хотя бы 100 тысяч. Вы думаете, будет хватать? Ну как будет хватать? Будет, не будет. У пенсионеров вообще мало. Как пенсионеры живут. Поэтому для меня, например, если есть 100, то еще куда не шли. Ну в городе по-разному. Я сам получаю, говорит, 80-100 получаю. Все равно не хватает. А так я слышу, даже где-то 40-30 получают. Мы не знаем, как проживает, наверное, как это занимает. А так, думаю, 40-50 тысяч, не деньги. Сейчас средние где-то 100-150 надо получать. Даже если чем больше, еще лучше. В основном на что уходит у вас? На еду, да, деньги? Ну на еду, на проезд. Например, на двое детей, например, на проезд каждый день.